Добрый день! Дим, какие будут прогнозы у тебя, как у профессионального спортсмена? Что скажешь о готовности нашей команды? Ну и, конечно, о тех сборных 11, которые приехали сегодня в город Минск. Добрый день, уважаемые слушатели! Мы, как всегда, будем болеть только за наших. Но, честно говоря, очень приятно, что уровень наших соперников из года в год растет. На сегодняшний день 10 команд привезли полные команды, полные составы. Такого не было никогда за всю историю проведения матчевых встреч. Поэтому ожидается очень упорная борьба. Одним из фаворитов, конечно, будет Испания. Они привезли чемпионку Европы по многобориям, которая может и просто три вида встать и выиграть без всякого. Ну и выиграет, я думаю, что на многоборье. Ну, наши тоже. В принципе, есть у нас несколько потерь лидеров. Ну, так, к сожалению, такая спортивная наша судьба. Тут и травмы, и простуды вмешались в этот расклад. Ну, будем надеяться, что замену мы сделали достойные, успели. И ребята проявят себя. Это будет лишний повод им доказать, что они не зря представляют сборную Беларуси. Ну что ж, друзья, давайте познакомимся с теми сборными, которые все-таки приехали, добрались до Минска. Есть и новички, кто раньше не участвовал. И это, конечно, говорит об уровне самого мероприятия. Вот вы сейчас видите почетных гостей, конечно же, хозяев соревнований на ваших экранах, а не прямой трансляции. Ну и об уровне, конечно, мероприятия. Говорит, что, как мы видим, замминистра его открывает лично. Председатель нашей федерации Вадим Анатольевич, директор республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике Топунов Геннадий Григорьевич. Также мы видим Добромира. Он является зампредседателя Европейской ассоциации лёгкой атлетики, который приехал специально, чтобы поучаствовать в церемонии открытия. Отрадно отметить, что из года в год растёт уровень соревнований, о чём говорят и новые участники, новые сборные, которых не было. Ну и, конечно, увидите, сколь широко представлены спортивные чиновники, которые сегодня тоже здесь. Многие, как и правда было замечено, приехали специально для того, чтобы поучаствовать. Ну и вот сейчас мы, конечно, видим Вадима Анатольевича Девятовского. Вот он на ваших экранах. Не за горами приветственное слово. И, конечно же, само открытие матчевой встречи, которое продлится целых два дня. 25 и 26 февраля. Смотрите в эфире, слушайте, болейте за белорусов. Вообще, болейте за королеву спорта, за лёгкую атлетику. Уверен, что многие юниоры заявят о себе в будущем очень громко и на международной линии. Возможно, именно здесь, в Минске, мы откроем новых звёзд лёгкой атлетики. Для приветственного слова мы приглашаем заместителя министра спорта и туризма исполнительного ростов Вячеслава Дурнова. Вячеслав Дурнов. Вячеслав Дурнов. Уважаемые спортсмены и тренера. От имени Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, рад приветствовать вас в городе Минске в этом славном Манежном университете. Уверен, что для вас автоматическая встреча станет очередной ступенькой Советному Литинскому Республику. Желаю вам всем хороших результатов, личных рекордов и хорошего настроения. Поздравляю вас с началом нашей встречи. Спасибо. Ну что ж, приветственное слово произнесено. И я думаю, что очень скоро мы сможем познакомить вас и с составами команд. Но наверняка нашим высоким гостям тоже нужно... Есть что сказать молодым спортсменам, есть что пожелать в преддверии начала соревнований. Давайте послушаем. Продолжение следует... Дорогой Божий Мавдим Анатольевич, завеститель Министер Вячеслав Думан. Европейская Ассоциация приветствует 27 на этих замечательных соревнованиях. Представители 11 стран и более 250 участников принимают участие в таких соревнованиях и готовы бороться за медали. Мы здесь благодаря вам всем, так как за вами будущее нашего спорта. Удачи вам сегодня и удачи в будущем в ваших карьерах, потому что будущее это и есть вы. Еще раз удачи и большое спасибо. Еще раз удачи и большое спасибо. Для торжественной церемонии открытия и единственного слова, которую приглашается, Владимир Диядовский. От лица Европейской Ассоциации мы бы хотели вручить награду Владимир Диядовский за клад в развитии легкой атлетики. Приятное начало. Награда нашла героя. Вот мы видим, как награждается Вадим Анатольевич Диядовский. Болельщицы и болельщики на ваших экранах. Как видите, не только белорусами представлены сегодня болельщики. Конечно же, со многими из юниоров приехали переживающие наверняка и друзья, и родственники. И тоже видите их на экранах. Слушаем Вадима Анатольевича. Добрый день, дорогие друзья. Мы очень рады видеть вас вновь в гостиплином Минске. Мы гордимся тем, что наши соревнования с года в год становятся более и более популярными для католической Европы. Мы очень рады, что внутри этого дисциплинного антикатлетического манежа показываются результаты мирового уровня. Мы очень рады, что многие из вас являются лидерами мировой лёгкой атлетики в вашем возрасте. Только в такой конкурентной сильной борьбе вырастают настоящие чемпионы. И мы рады, что многие спортсмены, которые участвуют в нашем соревнованиях, уже поднимаются на олимпийские и королевые кристаллы. Мы также рады, что многие из вас в нашей соревнованиях уже стоят на олимпийских и королевых кристаллах. Я желаю вам всем показать самые лучшие результаты и насладиться борьбой. А эта награда от Европейской Ассоциации Лёгкой Атлетики – это признание заслуг Республики Беларусь в развитии спорта, в развитии лёгкой атлетики. Поэтому это наша общая награда и мы постараемся не подвести и с каждым годом продвигать лёгкую атлетику всё ярче и ярче. Для того, чтобы лёгкая атлетика на мировой площадке звучала гордо и была спортом номер один. Этот праздник, который мы получили от Европейской Атлетики, это действительно наш личный праздник, потому что это, знаете, дедикателен к тому, что мы сделали для Атлетики. И мы надеемся продолжать работать очень трудно, чтобы построить репутацию белорусской Атлетики. Всех с праздником Лёгкой Атлетики и всем желаем побед! Спасибо большое! И так прозвучало приветственное слово Вадима Двитовского. И вот, друзья, матчевая встреча 2019 года в Минске торжественно объявляется открытой. Дорогие друзья, и для всех у вас белорусский гостеприимный подарок! Славятся белорусским гостеприимством. И вот для всех наших гостей и болельщиков немного народных танцев. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok